Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас в Палаццо Бонапарто на выставку молодого итальянского скульптора Якуба Кордильо, или просто Яго, которого уже сейчас называют Микеланджело 21 века. Его мама была учительницей, она очень часто водила сына в музеи. Это были капитолийские музеи, музей Ватикана. И вот однажды Якуба сказал родителям, что хочет быть похожим на Микеланджело. И теперь в свои 35 лет его называют современным Микеланджело. Начнем знакомство с творчеством молодого скульптора с работы «Память о себе». Это как дежавю. Перед нами каменная оболочка. Именно так Яго увековечил представление о себе. Он показывает нам, как зародилась жизнь. А потом младенец становится взрослым мужчиной. Эта скульптура символизирует течение времени. Когда я вижу такие необычные работы, мне всегда хочется спросить, а как бы ты изобразила память о себе? Что первое помнишь из своей жизни? Философская скульптура, которая заставляет задуматься. В этом зале находится несколько необычных скульптур Яго. Загадочный сфинкс в утробе кошки. Необычно и в то же время хочется рассмотреть все в деталях. В 23 года была сделана эта работа. Наверное, это символическая работа. Все, что мы увидим на этой выставке, было сделано и освобождено из камня руками. Как же актуально в наше время памятник бесчеловечности? У нас есть человек. Эта работа – одна из самых известных работ скульптора. Она была раздета после отречения от престола Папы Бенедикта XVI. Это тот папа, который был перед Папой Франциском. Работа над бюстом длилась семь тяжелых лет. Яго начал работать над бюстом в 2009 году и завершил работу в 2016 году. Изначально это был просто бюст Папы Бенедикта XVI. Молодой скульптор Яго был вдохновлен бюстом Папы Пия XI, который сейчас хранится в музеях Ватикана. В 2013 году Папа Бенедикт XVI отрекается от престола, уступив место более молодому Папе. И молодой скульптор, глядя на работу в своей мастерской, понял, что должен освободить человека, спрятанного у мрамори, из которого был высечен бюст. Яго своими инструментами извлекает из папской одежды пожилого, ослабленного, сутулого и морщинистого мужчину Йозефа. Он изображает его без одежды, чтобы показать в нем человека, а не Папу. Отсюда и название бюста. У нас есть человек. Папу Римского выбирают путем голосования. Когда на конклаве заканчивается голосование и Папа избран, народу объявляют «Абемус Папа», что означает «У нас есть Папа». Эта скульптура называется «Абемус Воминем», что означает «У нас есть Человек». Кожа выглядит как географическая карта. Мышцы потеряли свою силу и стали дряхлыми. У кого-то этот бюст может вызвать брезгливость, и кто-то даже воскликнет, что жутковато. Нет, это настоящий шедевр молодого скульптора, о котором скоро узнают во всем мире. Многим, наверное, интересно, как же отреагировал на бюст Бенедикт XVI. Он же вздоров, ему сейчас 94 года. Бенедикт XVI публично высказался о том, что красота не должна быть обманчивой и преувеличенной, а скорее всего она должна беспокоить и приводить к переживаниям. Он даже добавил, что главный эффект красоты, видимый через искусство, должен заключаться в том, чтобы вызывать у зрителя здоровый шок. И молодому итальянскому скульптору это удалось. Большое внимание привлекают глаза Папы Бенедикта XVI. Они следят за нами и поворачиваются. Жалко, что камера этого не передает. Пьета. Всем знакома Пьета Микеланджело. Это фигура Марии Матери, поддерживающая Сына Христа. В этом зале речь пойдет не о простом повторении знаменитого библейского эпизода, а о моменте боли. Пьета Яго представляет собой мужчину, который держит на руках девушку. Работать над этой скульптурой Яго начал во время карантина в 2020 году. Пьета, мужчина и женщина, два обнаженных тела, два человека, две фигуры – каждый из вас может интерпретировать по-своему. Яго говорит с нами через свои скульптуры. Каждый удар по резцу – это его отпечатанное слово в браморе. В скульптуре оплакивания Христа мы видим, что Мария поддерживает Христа. Здесь же произошла замена. Это наводит на размышления об отцовстве. Лицо мужчины очень схоже с лицом скульптора. Как говорит сам автор, это была случайность. Во время карантина он был изолирован и работал, а для точной передачи эмоций смотрел в зеркало. Он передал свои эмоции, вложив в мраморное тело свою душу. Скульптура несет в себе послание родительской любви, рассказывая об отцовской любви, сильной и страстной. Некоторое время Пьетаяго находилась в церкви на пьяце Дальпополо в Риме. Можно было зайти в церковь и бесплатно насладиться этой красотой. В этом зале находится скульптура «Сын под вуалью». Ребенок лежит на мраморной белой плите, его лицо чуть в профиль, глаза закрытые, а тело накрыто тонким покрывалом. Эта скульптура является символом, который напоминает нам об убийствах детей во всем мире. Дети стали невинной жертвой в споре между взрослыми. Это история детей, погибших от массовых убийств и войн. Когда Яго закончил работу над этой скульптурой, она была выставлена в церкви в Неаполе, там, где рядом в другой церкви находилась знаменитая скульптура «Христос под плащаницей». Яго объединил два образа – Христа и ребенка, но рассказал другую историю. Христос под плащаницей – это человек, сознательно принесший себя в жертву на благо общества. Сын Яго – несвятой и нерелигиозный образ. Он – ребенок, жертва тех, кто совершает военные действия, насилие и убийства. Он – сын всех народов. Богиня Венера – небоящаяся времени. Мы привыкли слышать, что Венера – это эталон женской красоты. И, конечно же, помним прекрасную капиталистскую Венеру. Венера Яго – современная Венера. Он создал новый образ в искусстве. На теле видны шрамы, вены, морщины. И все это дает нам возраст. Очень редко кто из скульпторов берется передать без приукрас тело пожилой женщины. Да. Со временем все прекрасные упругие женские тела становятся такими. И это реальность. Ее не надо стесняться и осуждать. Показано то, какими мы станем. Не только женское тело станет таким, но и мужское. Это реальность без приукрас. Вспомните, как полотнами Караваджо в свое время кто-то восхищался, а кто-то не принимал и критиковал. И как ценятся эти полотна сейчас. К чему-то новому всегда относятся с осторожностью, как будто художник говорит с нами на непонятном языке. Способность придать камню форму и вызвать эмоции любого типа само по себе является искусством. Первое, что я почувствовала, увидев работы Ягу, было чувство нежности. Хотелось прикоснуться к каждой скульптуре. Мне очень понравилась выставка. Дорогие друзья, у кого есть возможность приехать в Рим, я советую вам посетить эту выставку. А я на этом буду прощаться с вами. Если хотите и дальше со мной гулять по Риму, во всех соцсетях я под ником Тати Рома. Подписывайтесь и будем гулять вместе по вечному городу. Редактор субтитров А.Семкин